Здравствуйте! Вы смотрите новости о том, что важного и интересного произошло в Оренбурге в минувшие выходные. И этот понедельник расскажут корреспонденты ЮТВ и я, Наталья Богданова. И вот главные темы. Пока не найден. В Оренспасе сообщили о завершении активной фазы поисков Ярослава Степанова. В Оренбургской области планируют запустить производство сыра Мазда. Уже сейчас на Бузулукском молокозаводе, кроме знаменитого мороженого, производят сырые моцарелла, алтайский голд, гауда и не только. Поздравили заслуженных работников ЖД-отрасли и нарисовали самый длинный поезд на привокзальной площади. В регионе отметили день железнодорожника. В районах Оренбурге появятся современные спортивные площадки с тренажерами и беговыми дорожками. Глава регионального Минспорта рассказал, как планируется привлекать жителей к активному образу жизни. Об этих и других новостях более подробно расскажем далее. Начнем с информации о поисках пропавшего мальчика в Новосергиевском районе. В минувшие выходные его искала делегация из 170 волонтеров и сотрудников оперативных служб. Результатов, к сожалению, по-прежнему нет. В Оренспасе заявили о завершении активной фазы поисков ребенка. В Оренспасе пояснили, что завершение активной фазы не означает, что поиски прекратятся, но приходит понимание, цитирую, что надежды найти ребенка живым все меньше. Возможные версии развития событий продолжат отрабатывать Следственный комитет, и дело о пропаже не закроют до получения результата. Напомним, что поиски шестилетнего Ярослава Степанова продолжаются в Оренбуржье с 24 июля. Моцарелла, российский гауда, алтайский голд и другие виды сыров сегодня производят на Бузулукском молокозаводе. В ближайшее время предприятие планирует расширить линейки производства. В ассортименте может появиться и сыр Мазда. Губернатор области Денис Паслер посетил молокозавод и встретился с сотрудниками предприятия. В камере для каждого вида сыра предусмотрен свой срок созревания. Например, гауда созревает 25 суток, а российский – не менее 60, рассказали сотрудники предприятия. Сегодня здесь производят более 40 наименований молочных продуктов. Под брендами «Бузулукское молоко», «Сеймблак» и «Добрица». Сюда же массово поставляют молоко фермеры из разных уголков Оренбургской области. В среднем завод закупает 126 тонн в сутки. Нам важно, чтобы именно в этой части области такие предприятия были, развивались, модернизировались и расширяли свою линейку. Потому что рынок сегодня позволяет. Нужно признать, что предприятие каждый год развивается, вкладываются деньги и видно, что и помещение, оборудование современное. Самое главное, есть планы на ближайшие 3-5 лет. Порядка где-то около 7 месяцев мы запустим новый цех по мороженому и будем расширять, как и говорили, линейку сыров. Это ближайшее время. До года где-то вот так. Сегодня на предприятии работают более 400 человек. Губернатор отметил, что на заводе достойная зарплата – около 38 тысяч рублей. В этом году Бузулукский молокозавод получил господдержку – субсидию в 4 миллиона 200 тысяч рублей на переработку молока. Также в Бузулуке губернатор принял участие в праздновании Дня железнодорожника, который официально отмечался в России 7 августа. Он поздравил лучших сотрудников отрасли и вспомнил важные для региона проекты, связанные с железной дорогой. Так творческие коллективы Бузулука со сцены поздравили работников железной дороги. Праздник посетили ветераны отрасли, действующие сотрудники и их родственники. Со сцены к ним обратился губернатор региона. Этот праздник для меня тоже очень-очень близкий, потому что у меня у мамы два брата, и родной, и двоюродный, работали на железной дороге. Понимаю, насколько это трудно, насколько это важно и, по сути, безальтернативно для нашей страны. Вы, как были основой развития экономики нашей страны, с учетом наших масштабов, вы ей останетесь навсегда. Денис Паслер отметил, что железная дорога, как никогда, кстати, поддержала регион в период закрытия аэропорта на реконструкцию. Также он напомнил, что Оренбургская область первой в стране запустила новые двухэтажные составы. На праздники сотрудникам РЖД вручили награды разных уровней и знаки «Почетный железнодорожник Южно-Уральской железной дороги». Отпраздновали День железнодорожника и на Оренбургском ЖД вокзале. На асфальте нарисовали самый длинный поезд. Эту акцию организовали студенческие отряды проводников Оренбуржия. Подробности в материале. Всероссийская акция «Поезд, объединяющий страну», самый длинный нарисованный на асфальте поезд, посвящена празднованию Дню железнодорожника. В ней приняли участие 120 представителей российских студенческих отрядов, работники федеральной пассажирской компании, пассажиры поездов и оренбуржцы с детьми. Всем участникам подарили памятные призы, а авторы лучших рисунков отмечены специальными подарками. Помимо Оренбурга, акция прошла в 23 городах России. В Оренбуржии завершился всероссийский турнир по пожарно-спасательному спорту. Напомню, в нем приняли участие 700 человек из 23 регионов России. По общим результатам Оренбургская область заняла седьмое место. Кто же стал лучше? Расскажем в сюжете. Отстаивать честь своих регионов по пожарно-спасательному спорту приехали в Оренбург представители из разных уголков России. Амурская, Калужская, Кировская, Курская, Московская, Нижегородская и многие другие. Принимающая сторона Оренбургская область также боролась за спортивные трофеи. Преодолела успешно все этапы турнира и лидировала в чемпионате и первенстве МЧС России команда из Московской области. До этого сборная четыре года не выигрывала соревнования. Мы боролись до последнего сегодня забега, да, и никто не знал, кто по чемпионам. И мы победили. Злезы, эмоции, травмы, что было? Все, все сопутствовало этому, и победа, вот как всегда, этого заслуживает. Напомним, турнир длился несколько дней. Первый же день собрал на трибуне более трех тысяч зрителей. Самым зрелищным этапом чемпионата и первенства стала пожарная эстафета. Участники преодолевали крышу домика при помощи лестницы. Перебирались с пожарным стволом через двухметровый забор. А в финале тушили горящий противень. Кадровые перестановки в администрации Оренбурга. У мэра Сергея Солмина появился новый заместитель Денис Квасов. С 8 августа Денис Квасов назначен на пост заместителя главы города, руководителя аппарата администрации Оренбурга. Ранее эту должность занимал Дмитрий Бевс. Денис Квасов до этого времени был заместителем министра, начальником управления организационной работы регионального Минспорта. Напомним, что Сергей Солмин возглавлял это министерство до того, как стал мэром. А теперь к новостям спорта. Футбольный клуб Оренбург проиграл футбольному клубу Ростов со счетом 2-1. Матч состоялся в это воскресенье в Ростове-на-Дону на стадионе Ростов-Арена. Матч четвертого тура российской премьер-лиги оказался неудачным для нашей команды. Газовики смогли забить только один гол. Завершилась игра со счетом 2-1 в пользу хозяев поля. Интересно, что все голы в этом матче были забиты с пенальти. Таким образом, ФК Оренбург оказался на 11-й позиции общего рейтинга РПЛ. Следующий матч газовиков пройдет дома в это воскресенье, 14 августа. Соперником станет футбольный клуб «Торпеда» из Москвы. В Оренбурге и в Тюльганском районе появятся современные интерактивные спортивные площадки. Они будут оснащены тренажерами, велодорожками, воркаут-зонами и не только. Министр спорта Оренбургской области рассказал, как планирует привлекать жителей к активному образу жизни. Подробности в материале Елены Кудаевой. По данным регионального Минспорта, в 2022 году в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» будут построены умные площадки. Объекты снабдят QR-кодами, благодаря которым через смартфон можно будет узнать правила использования тренажеров и спортивные упражнения. Объекты появятся в Оренбурге на территории школы номер 79 и спортивно-развлекательном центре «Ташле». Две воркаут-зоны, не просто одна, а две именно для малышей и, соответственно, для взрослых. И беговые дорожки вокруг сооружений предусмотрены тоже. Набор силовых тренажеров, таких крупных, то есть там ноги, пресс. Все вот эти площадочные объекты, они выполнены в антивандальном исполнении, то есть они очень хорошо защищены, там покраска усиленная, обрезиненные все узлы. Министр спорта Олег Панькин рассказал об успешном соцпартнерстве с крупными компаниями региона. Так, до декабря 2023 года в Медногорске планируют построить 25-метровый бассейн при поддержке Уральско-горно-металлургической компании и Медногорского медно-серного комбината. «Газпром Инвест Газификация» помогает строить комплекс с бассейном в селе Северное. А недалеко от стадиона Оренбург по инициативе промсвязи банка появится площадка для занятий баскетболом. Также Министерство спорта держит на контроле реконструкцию стадиона «Динамо». Благодаря инициативе «Руссоль» денежные средства выделены. В этом году точно они планируют завершить до конца года это поле будет и дорожки. То есть следующим этапом завершение строительства трибун, благоустройства, ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс. В рамках областного бюджета в этом году планируется монтаж 15 полей с искусственным покрытием для мини-футбола. Они появятся в Оренбурге и Оренбургском районе. В Орске, Новотроицке, Бузулуке, Кувандыкском городском округе и в других городах и районах Оренбуржья. С 15 августа Министерство финансов открывает заявки по частным инициативам. По желанию жителей или предприятий могут появиться придомовые спортивные площадки стоимостью до 1 миллиона рублей. 10% средств должен вложить муниципалитет, 5% – средства жителей или благотворителей. Такие проекты уже реализуются в Гайском городском округе, Солилецком городском округе, Яснинском городском округе и других городах и районах. 14 августа в Оренбурге пройдет масштабный велопраздник «Степь». Желающие принять участие еще могут подать заявки. Наш корреспондент Сабир Едгоров пообщался с оренбуржцами о том, любят ли они велоспорт и за что именно. У нас в Оренбурге 14 августа будет проходить большой велопарад. Представляете, по городу тысячи велосипедистов проедут. Как думаете, вообще полезные мероприятия для города? Конечно, конечно полезные. Ну, во-первых, это физическая активность. Во-вторых, это фактор объединяющей семьи, потому что я знаю, что участвуют и взрослые, и дети. Это вообще праздник и пропаганда здорового образа жизни. И опять же, экологически чистый транспорт. Со всех точек зрения, как ни крути. Расскажите свой первый опыт катания на велосипеде. Помните, как это было? Конечно, мне было 6 лет. У моей бабушки в деревне был велосипед взрослый с рамой. Помню такие. Вот, левая нога на педали, а правая под рамой. Все, это же классика. Классика жанра, как минимум. У нас в городе 14 августа планируют большой, просто гигантский велопробег. Как вы думаете, полезное мероприятие? Я считаю, что да. Почему? Как общая идея, я считаю, что это неплохо, объединяет людей. Вы вообще сама велосипедом пользуетесь, гоняете, как-то используете? Очень редко. А почему? Погода такая шикарная, а вы? Ну, у меня нет своего велосипеда и... Не знаю, я лентяй. Чистосердечное признание только что произошло. Сейчас наблюдаем удивительную картину. Будущие велочемпионы приехали на водопой и набирают воды, чтобы попить. Большой у вас стаж велогонщика? Года 4-5. 5 лет вы гоняете на велике. Что самое важное при катании на велике? Внимание и соблюдать правила дорожных движений. Ой, какой красавчик, а! А ты в каких-то соревнованиях, велосоревнованиях пробовал участвовать? Вот, 14 августа будет. Там есть, типа, 20, 40, 80 километров. Ты сколько планируешь проехать? 20 или 40. 20 или 40? А уже какие-то тренировки проводил? Да, мы с другим тренируемся. Это вот вы сейчас тренировку... Нет, это с другими другами. Это просто прогулка? Да, мы просто гуляем сейчас. То есть ты на прогулка на велике? Да. Спорт на велике? Домой поехал? Тоже? На велике. Все, спасибо тебе большое. Удачи на соревнованиях. На этом у меня все. Еще больше новостей читайте в нашем телеграм-канале и новостной группе ВКонтакте. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...